Диверсанты, взрывы на воинских складах и заминированная райадминистрация. Сарны в Римненской области на три дня стали полигоном для проведения антитеррористических учений. Как отработали первый этап, расскажет Снежана Сидорук. Для жителей города Сарны учения штаба антитеррористического центра стали полной неожиданностью. На въезде в город появились блокпосты. Полицейские останавливают машины, проверяют документы у водителей, осматривают автомобили. Ищут оружие и взрывчатку. Водители в недоумении. Немного нервничают, но не сопротивляются. Видите, что сейчас в Украине делается война и все-таки. Я не против, пусть перевирают. Мало ли что, может кто-то и будет перевозить, я только за, что это делали. В самом городе усилены меры безопасности. Объявлен желтый уровень тревоги. В городе Сарна зашла диверсийно разведывающая группа в складе шести человеку. По сценарию учений диверсанты заложили взрывчатку на территории воинской части. Происходит взрыв. Постраждал один пожарник в результате выбуха и полумья. И он имеет более 40% опеки шкирных покрывов. Пострадавшего сразу доставляют в реанимацию. Вот сейчас основная задача, это ему откапать, дать той родины, потому что это же втрата. И дальше с постережением захворим. Целодобовое. Не успели пожарные ликвидировать пожар, как получили новый вызов. Всех чиновников выводят на улицу. Около 70 человек. Здание окружают нацгвардейцы. Пострадавших нет. На этом первый этап учений закончился. Завтра продолжение. Спецназовцы должны будут взять штурмом здание, где диверсанты удерживают заложников. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область.